Привет! Меня зовут Михаил Кириченко и сегодня будем рассматривать с вами готовый проект дома площадью 85 квадратных метров. Этот проект идеально подходит под описание или дом-квартира, как мы их называем, или дом выходного дня. Он создан для того, чтобы приезжать на выходные, отдыхать всей семьей вместе и иметь возможность отвалиться, спать отдельно. Общие габариты 12 в ширину и 8 в глубину метров. Почему такое нестандартное решение? Потому что этот дом рассчитан на широкие участки, а не длинные, которые в глубину уходят. Он сформирован таким образом, что ты заходишь и развитие участка идет на правую сторону. Также особенность подобного дома и подобной архитектуры предполагает, что у вас на участке присутствует большое количество растительности. Возможно, ваш участок находится в лесу. Вообще, этот дом максимально гармонично вписывается именно в такие залесенные пространства. Высота потолков 2,7 метра в чистом виде. И также присутствует чердак, на который есть технологический лаз. А высота цокольного цоколя полметра. Немножко, несколько слов о применяемой технологии, под которой спроектирован этот дом. Технология каркасная. Ее называют еще канадской, финской, норвежской. Фундамент ленточный, мелко заглубленный. Полы по грунту. Перекрытие между первым этажом и крышей является частью фермы. Перекрытие самой кровли. Иными словами, в конструкции. Это жесткая система. Крыша у нас самонесущая. И поэтому в самом доме нет ни одной несущей стены. В идеале его можно перестраивать внутри стенки как угодно. Несколько слов об особенностях проекта. Этот дом сделан максимально нейтральным. Выкрашен светлый цвет. Мало того, на фасаде применяется штукатурка. Она светло-серого цвета. И это сделано умышленно для того, что этот проект, с того и решение такое, максимально растворялся в окружающей среде. Что он не выделяется из своего окружения. Это максимально удобно и очень классно подходит для участков, на которых много растительности. Или может быть лес, или может быть вы занимаетесь ландшафтом и хотите акцентировать внимание на растительности. Более того, мы дальше поговорим. Есть заложены даже две системы, раздвижные, открывающиеся, которые позволяют в летнее время года дом вообще фактически соединить с природой. Теперь поговорим о планировке. Первое. В этом доме четко присутствует разделение на общественную зону и на индивидуальную зону. Спальный блок вынесен отдельно и отделяется от общественной зоны, зоны холла и тамбура. И также мы можем попасть из обоих спален в санузел, не попадая в общественную зону. Это сделано специально, умышленно, для того, чтобы когда в кухне-гостиной происходит какое-то веселье, да неважно даже не веселье, просто кто-то громко смотрит телевизор, что это не мешает спать тому, кто пошел спать. Спальни. Спальни одинакового размера по 11 квадратных метров. Они предполагают наличие в них только спальных мест и небольших зон хранения справа и слева от входа. Специально глубокие ниши, где ставятся большие шкафы. Плюс спальные места. Данных помещений достаточно для того, чтобы разместить или две односпальные кровати и шкаф, или шкаф и большую двуспальную кровать. Иными словами, это помещения, которых можно разместить совершенно комфортно, спокойно от трех до четырех человек. Санузел здесь не предполагает каких-то ванн. Это, собственно говоря, дом выходного дня. И он динамичный, стремительный. Там приняли душ, там санузел, соответственно, почистили зубы и побежали. Присутствует в зоне ванной комнаты отдельное техническое помещение, где находится более рыбодоподготовка. Они вообще изолированы ото всех, чтобы просто шумом не мешать. Холл достаточно большой, но он, по сути говоря, является проходным изолированным коридором. Из него попадаем в кухню-гостиную. Изначально в кухне-гостиной предусматривалось сразу же наличие камина, большой обеденной зоны в центре располагаемой этого помещения, зонирование мебелью, где ТВ-зона, где есть барная зона, где зона готовки. И особенность этого проекта заключается в том, что у нас есть выход на угловую веранду, и также присутствует окно, которое у нас идет замаркировано, окно 5. Вообще это раздвижная портальная система, которая точно так же работает, как и две. Просто первоначально предполагался выход один, но в ходе проекта решили добавить возможность распахнуть и одну часть, и вторую. Получается, что вся угловая вот эта вот конструкция имеет выход на улицу, и может быть круговое движение. Это очень здорово, когда классная погода, даже вот осень, но еще тепло, можно все это дело распахнуть и наслаждаться природой, находясь под крышей. И в завершении выпуска хочется сказать вам, что построить этот дом квалифицированной бригадой из нормальных материалов будет стоить примерно 2,4 миллиона рублей. Это уже будет готовый дом под чистовую отделку со всеми инженерными коммуникациями. На этом деле мы прощаемся с вами. Это был Михаил Кириченко, канал Бюро Добрых Дел. Ну, напоминаю вам, кстати, что данный проект вы можете приобрести все подробности в описании к видео. Поэтому за всем пока, хорошую минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok